Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте! Это видео для библейского портала экзегет.ру и продолжая разговор о книге «Деяния апостолов», мы обратимся сейчас к 26 главе. 26 глава содержит апологию или защитительную речь апостола Павла перед царем Агриппой. И если внимательно сравнить содержание этой речи с тем, что мы уже читали в предыдущих главах, мы увидим, что по сути дела апостол не говорит вообще ничего нового. Он говорит, начинает свою речь с вежливой формулы о том, что царя Агриппа, я счастлив, что могло защищаться перед тобой во всем. Ну, прям вот едва ли можно видеть за этим что-нибудь, кроме риторической фигуры. Тем не менее, апостол пользуется подобного рода вежливой риторикой. Ну, какой бы он ни был, этот Агрипп, он все-таки царь. Тем более, говорит апостолу, что ты знаешь все обычаи и спорные мнения иудеев. И впрямь царь Агриппа в курсе всех тех противоречий, дискуссий и разногласий, которые существуют в иудейской среде. Предполагается поэтому, что Павлу не будет необходимости подробно обсуждать и разъяснять какие-то вещи, хотя он, тем не менее, все равно рассуждает, объясняет и написывает многое подробно. Начинает он свою речь с того, что вот с самой юности я живу среди народа в Иерусалиме, все знают, что я был фарисеем по строжайшему в нашем вероисповедании учению. Ну, если прямо вот совсем положа руку на сердце, ну, в устах фарисея, каковым Павел был когда-то, ну, подобное высказывание может, конечно, быть относительно уместным, если же смотреть со стороны относительно объективно. Ну, вот сказать, что это строжайшее учение, смотря что вкладывать в этот смысл, потому что секты пустыни, ессеи, кумраниты, вполне возможно, относились к собственной жизни не менее строго, чем фарисеи, а то и более. Ну, в конце концов, вот, ладно, оставим это, так сказать, на совести фарисейского воспитания апостола Павла. Тем не менее, за этим словом можно чуть-чуть прикоснуться к той атмосфере иудаизма середины первого столетия, которая подразумевала все же некоторое соревнование иудейских течений, в том, какой из них наиболее полно и строго исполняет закон и соответствует духу и букве закона. Строжайшее в данном случае не означает строгости в угнетении себя, строгости в том, чтобы сделать себя непригодным ни к чему полезному. Это позднейшие все же практики. Для иудаизма первого столетия действительно очень характерно множество разных течений, каждый из которых утверждает, что именно оно максимально строго соблюдает тот закон, который Бог дает через Моисея. И вот апостол Павел говорит, ныне я стою перед судом за надежду на обетование, данное от Бога нашим отцам. Наиболее значимые течения, ну, в первую очередь, садуги и фарисеи, ну и другие тоже различались. Это, может быть, не самое главное, но в одном из важнейших вопросов в отношении к пророчествам и обетованиям, к тому, что Бог предназначил для народа Божьего впереди, и как относиться к тем словам, которые Бог говорит через пророков в Ветхом Завете. Соответственно, вот апостол Павел говорит, что я, как фарисей, чаю воскресенье мертвых, верю, что обетование Божие – это приход Мессии, и оно осуществится, или в случае крестьян, как верим мы с вами, вслед за апостолом Павлом, оно уже осуществилось. Вот об этом вопросе, собственно, говорит апостол Павел царю о гриппе, надежда на обетование, данное от Бога нашим отцам. Вот за эту надежду обвиняют меня иудеи, за то, что Павел, как фарисей, как фарисей, заметьте, он в данном случае продолжает, ну, если хотите мимикрировать, вот фарисея, будучи в иудейской аудитории в основном, вот он говорит, что как отцы вслед за пророками надеются на то, что придет Мессия, воцарится, и будет общее воскресенье мертвых, которое начинается с воскресенья, из того, что Бог воскресил Мессию. Вот за надежду на это меня судят. Ну, что, неужели вы почитаете это невероятным? Или тот же вопрос на русском языке. Вы что, садукии? Что? Очевидно, нет, потому что садукии – это и такая религиозно-политическая партия, и религиозное учение, характерно довольно строго для духовенства Иерусалимского храма, очень такое клирикальное. Поэтому вопрос Павла, неужели вы невероятно почитаете, что Бог воскрешает мертвых? Ну, он в сущности автоматически подразумевает отрицательный ответ. Дальше Павел говорит, правда, и я думал, что мне надо действовать против имени Иисуса Христа. Я так думал, мне казалось, что это призвание от Бога, но это только мне казалось. Обратите внимание, снова, как и в других рассказах о своем обращении, Павел, до некоторой степени, нагнетает, то есть использует действительно шокирующий факт того, что он из гонителя сделался пропагандистом, ну, ладно, плохое слово пропагандистом, миссионером, проповедником этого нового учения. Ну, и мы наблюдаем эту риторическую последовательность в словах Павла. Вот я делал в Иерусалиме, многих святых заключал, мучил, принуждал, преследовал, идя в Дамаск, ну, и он рассказывает о центральном событии, о том, как Господь Иисус явился ему на пути в Дамаск, сказал ему, что ты гонишь меня, уже не первый рассказ Павла об этом в Деянии, кроме, собственно, самого повествования в начале Деяния, где рассказывается об этом как о части сюжета, еще и Павел сильно не первый раз обо всем этом рассказывает. Вот, трудно тебе идти против рожна. И Господь говорит ему по свидетельству Павла, я явился тебе, чтобы поставить тебя служителем и свидетелем того, что ты видел, и что я открою тебе, служителем и свидетелем. Ну, хорошо. Почему бы не идти дальше по этому пути служителем и свидетелем. Но, видите, на самом деле это требует некоторой расшифровки, потому что ведь служителем и свидетелем того, что Бог открыл и откроет Павлу, прекрасно можно быть в Иерусалиме, никуда не выходя, и оставаясь по внешности фарисеем и даже, может быть, главой фарисейской школы религиозной. Я для того и явился тебе, вот поставить тебя служителем и свидетелем, избавляя тебя от народа иудейского и от язычников, которым я теперь посылаю тебя открыть глаза им. Для всей логики происходящего и для Павла, и для его слушателей важно вот эта отсылка к Богу, что это не Павел себе сам придумал проповедовать среди язычников. Мало что кому придет в голову, в конце концов, а это призвание, которое дает ему Бог. Собственно, только этим и оправдывается. Оно с точки зрения теологии может быть и нерационально. Может быть, можно было делать так, как делали православные христиане в нашей стране в 80-е, 90-е и последующие годы 20-го века. Никому ничего не проповедую, по большому счету. Никому. Ничего. Ну, за исключением каких-то отдельных колокольных звонов по телевизору. Предполагаю, что вот есть в церкви, их видно, приходи, и ничего мы тебе объяснять не будем. Сам каким-то образом выучивай славянский язык, что-нибудь узнавай. Ну, по большому счету, миссия ведь была равна нулю. Ну, вот, да, возможно, такая позиция. А Павел оправдывает отказ от этого пути. Отказ ждать, когда язычники дотумкают, насколько глуп и бесперспективен их путь, и обратятся к Богу Израилеву. Вместо этого идти к язычникам. Это не обязательно, не предопределено с богословской точки зрения, а такова воля Бога во Христе Иисусе, которое вообще перпендикулярно теологическому и, если хотите, этно-религиозному дискурсу эпохи. Вообще перпендикулярно и уводит в какое-то совершенно другое пространство. Это важно. Бог посылает Павла к язычникам, чтобы открыть глаза им, чтобы они обратились от тьмы к свету и от власти сатаны к Богу. Ну, пока все понятно. «И верою в меня получили прощение грехов и жребий со священными». Жребий с освященными, то есть с теми, кто принадлежит Богу. Обратите внимание, что здесь за словом «освященные» конечно подразумевается, по крайней мере, Павлом подразумевается еврейская кадошь, которая означает «отделенный». В силу разных исторических причин мы привыкли полагать за всем, что связано со святостью, освященностью, что-то такое сладко-гелейное, что если что-то называется святым или кто-то называется, то обязательно должна быть борода ниже колен, в устах патока, и все идеально, как в новом автомобиле. А Павел, деяния и вообще Новый Завет в рамках совсем другого дискурса полагают святы то, что принадлежит Богу, принадлежит Богу вне зависимости от беспорочности или безошибочности и так далее и тому подобное. То, что Богу принадлежит, это вопрос собственности по большому счету. святой – это то или тот, чьим собственником является Бог, кто Богу повинуется. Вне зависимости от того, достаточно он хорош для этого или недостаточно хорош. Вот апостол говорит о том, что Бог посылает ее к язычникам, чтобы они верой получили прощение грехов и жребий, участие с теми, кто принадлежит Богу, чтобы они вошли в этот Божий народ, властелином, царем, господином, которого является Бог. И таким образом принадлежали Богу. Потому что по общей парадигме и Павла, и его соотечественников, царство Божие составлено из тех, кто принадлежит Богу. Ну, или наоборот, те, кто входят в царство Божие, принадлежат Богу. Да, это как бы синонимы. Значит, Павел говорит о том, что язычники тоже призваны получить жребий со священными вместе с иудеями, принадлежать Богу, быть святыми. Как, заметьте, Павел чаще всего и обращается в своих письмах к разнообразным христианам. Ну, и, соответственно, подразумевается, что именно это и будет обращением от тьмы к свету, от власти сатаны к Богу. Вот, освященный тот, над кем властен Бог, а не сатана. Ну, и еще не забудем, что Господь, обращаясь к Павлу, говорит, что эти самые язычники получат прощение грехов верой в меня. Ну, и здесь апостол не имеет явно возможности возможности, возможности подробно разъяснять, что он имеет в виду, что называется прощением грехов через веру в меня. Но это для Павла тоже, как мы видим в его письмах, чрезвычайно важная, одна из центральных частей его провозвестия. Он говорит о том, что мы получаем прощение, становимся принадлежащими Богу и подданными царства не благодаря тому, что мы сумели отмыть все пятна на своей биографии, а благодаря тому, что мы верим в то, что вот этот Иисус из Назарета, распятый и воскрешенный, и есть Мессия Израилева. То есть, на самом деле, за всем этим пассажем с 12 по 18 стих стоит именно та догматическая формулировка апостола Павла и других апостолов, что быть христианином значит верить в то, что Мессией Израилевым, спасителем мира, является именно Иисус из Назарета. Продолжая свою речь, Павел говорит царю о гриппе, поэтому я не воспротивился, но двигался по тому пути, по которому Бог меня направил. То есть, собственно, он говорит, что вот мне Бог явился, Бог мне нечто сказал, и я так и двигаюсь. И поэтому проповедовал язычникам, и на земле иудейской, и язычникам, чтобы они покаялись, обратились к Богу, делая дела, достойные покаяния. По-русски вообще звучит двусмысленно. Двусмысленно. Потому что кажется, что дела, достойные покаяния, это то, в чем потом придется каяться. Очевидно, что не это имеет в виду апостол Павел, а что-то совсем другое. Но вот он пытается тоже обрисовать, как это часто он делает, и не только Павел, средствами поэтической традиции еврейского и арамейского языков, пытается обрисовать нечто одно, говоря, покаяться, обратиться к Богу и делая то, что будет выражением, достойным воплощением, если хотите, этого покаяния. Вот потому что... Вера без дел мертва. Потому что покаяние не сводится к тому, чтобы посыпать голову пеплом, болтать языком на тему «Я хуже всех». Можно подумать, это для кого-то новость. Да. Ну или там рассказывать, что ты сожрал кусок сыра в среду. Нет, это все не покаяние, это игра, ролевая игра. На самом деле покаяние – это когда жизнь меняется в чем-то сущностном, когда вот дела достойные этого, раскаяния перед Богом, перемены ума. Вот Павел на самом деле всю свою жизнь христианскую нащупывает формулу, чтобы сказать, что же это такое поворот ума, метаноия, как об этом говорит Христос в Евангелии. И в конечном итоге на самом деле не нащупывает ее, не находит. Но вот здесь он пытается сказать об этом так. Жизнь меняется, дела достойные покаяния и само покаяние, и обращение к Богу – это вот именно такая перемена. Ну и дальше апостол говорит, что вот иудеи меня схватили за то, что я проповедовал язычникам, им уже нельзя проповедовать, они там, значит, не такие, не сякие, а скверненные. Не то, чтобы они были какие-то там духовно недомытые, как мы обычно предполагаем в таком случае, а в том дело, что они не принадлежат к народу Божьему. Ну, только Павел пытается сделать их принадлежащими, но иудеи считают, что единственный путь, которым это можно сделать, это стать иудеями, то есть, принять обрезание. Ну вот, иудеи схватили меня, но, получив помощь от Бога, я все-таки не погиб и стою до сего дня, свидетельствуя малому и великому. Павел уже довольно продолжительное время в узах, продолжительное время, и для него действительно свидетельством его правоты еще одним дополнительным, в каком-то смысле, может быть, даже и лишним свидетельством его правоты является тот факт, что, несмотря на беснование его противников, несмотря на то, что среди иудеев зарождаются комплоты партизан, которые ищут как бы тайно проникнуть, ну, в общем, чтобы Павла убить, прямо такой блокбастер где-то там на фоне деяния происходит. Да. Для Павла поэтому то, что он до сих пор жив, свидетельство действительно того, что он получает помощь от Бога и говорит все о том же. И вот он царю тоже о гриппе сообщает, что как я говорил, так я и говорю, то же самое, ничего принципиально нового, ничего не говоря, кроме того, о чем пророки и Моисей говорили, что это будет. Он по-прежнему проповедует веру отцов в изменившихся обстоятельствах, когда предреченный пророками и Моисеем Мессия уже пришел, уже реально существует, отвергнут убитый воскрес. Значит, о чем пророки и Моисей говорили, что это будет, то есть, что Христос имел пострадать и, восстав первой из мертвых, возвестить свет народу иудейскому и язычникам. насчет того, что Христос имел пострадать и что это таки предречено пророками, вопрос на самом деле очень-очень неоднозначный, потому что весть или видение, видение того, что Христос отвергнутый, гибнет, для всех пророков оказывается вещь абсолютно шокирующей, неожиданной, и они в общем не видят ни логики, почему это происходит, ни всей глобальности замысла Божьего, как бы там ни было, только постфактум, после воскресения Христова Господь объясняет нечто об этом ученикам, и то на самом деле страшно хочется услышать, что он 40 дней им объясняет, и как это выглядит, логика. Но у самих пророков мы можем встретить некоторое количество запечатленных видений отвержений страдания Мессии, но они совершенно обособленные и отдельные. и от дискурса спасения народа Божьего, и тем более язычников, в общем, эти видения отдельные. единственное по большому еще другое место он взял на себя наше немощи и понес болезни. Ну, вот одна эта фраза, ну, там несколько фраз у Исаии, мы думали, что он наказуемый, умрешлен Богом, а он взял на себя наше немощи. таких мест немного. И вообще, может быть, они в каком-то смысле немножко другие, чем то, что мы считаем мессианскими пророчествами. Так что, когда Павел здесь говорит, что пророки Моисей говорили, что это будет, на самом деле ужасно интересно вынуть его из всей этой компании с царем Агриппой и Фестом и Стражей и прочее и расспросить, как он это видит. И, кстати говоря, потому, как Павел цитирует иной раз Ветхий Завет в своих письмах видно, что нет, это не совсем так, как мы привыкли. Там есть нечто, что мы по большому счету утратили, утратили, не сохранили. Из того, как видят Слово Божие, Откровение Божие, поколение апостолов и христиане, ну, скажем, через одно-два поколения апостолов, у них есть некоторый разрыв, такая пропасть, куда многое провалилось, многое просыпалось. И поэтому грекоязычные христиане третьего, четвертого последующих веков, которые не только не знали иудейской духовной культуры, но и подчеркнуто, демонстративно не интересовались ею, нагромождая вместо этого свои какие-то там умствования и толкования, вот утратили что-то такое, что мешает нам до конца понимать, что же здесь все-таки Павел говорит. Но по-видимому, или по крайней мере такой риторический прием, что же может быть, сам Павел говорит царю о гриппе, ну, ты же понимаешь, не обязательно это означает, что царь о гриппе действительно понимает, но тем не менее такое обращение к нему возможно. Вот это вот все насчет пострадать, восстать из мертвых, возвестить свет народу, ну, мы как бы понимаем, о чем идет речь, опять-таки, на основании позднейших толкований. Фест один из участников, так сказать, этого диспута. Фест все, у него просто, как это теперь называют, вынос мозга наступает, поэтому он говорит, знаешь, павел, ты очень все это ученая, но большая ученость доводит тебя до сумасшествия, ну, вот, это теперь и называется выносом мозга. На что павел говорит, нет, нет, я говорю истинный, здравый смысл, истинный, здравый смысл, ну, и понимаете, вот интуитивно мы чувствуем, что Павел, конечно, прав, но как именно он ощущает и формулирует здравость того смысла, который содержится в его речах, а он, напомню, говорит о том, что так надо было, чтобы Иисус пострадал, был отвергнут, погиб на кресте, убит и воскрес, так надо было, вот, здравый смысл, некоторая логика в этом есть, и пропущено, если хотите, самое интересное, почему так надо было, да, что вообще в человеческой жизни есть такое, что в конце концов заставляет Бога принять этот крест, не думая об этом и не нащупывая хоть чуть-чуть ответ на этот вопрос, мы что-то принципиально важное в жизни не поймем, поэтому так действительно важно задумываться над тем, что же здесь Павел говорит, буквально он говорит фесту, что нет, все нормально, я знаю, что я говорю, это слова истины, здравого смысла, и еще говорит он, вот царь об этом знает, ну царь может быть и знает, это не значит, что царь может объяснить, это не одно и то же, знать и мочь объяснить, тем не менее, вот Павел говорит, я думаю, что ничего от него не скрыто, и все это не в углу происходило, это не какие-то тайные мистические богословские теории, потому что это не в углу происходило, говорится о том, что должен знать царь Агриппа, что от него не скрыто, а царь Агриппа должен знать, что собственно миссианские пророчества, миссианские пророчества, которые выглядели очень по-разному, и сборники миссианских пророчеств, циркулирующие среди иудеев того времени, тоже были очень и очень разными, тем не менее, вот это все не какие-то конспирологические теории, говорит апостол Павел, это вот царь Агриппа тоже должен знать. Ну, ты же, говорит он, царю, веришь пророкам? Знаю, что веришь, но он пытается увлечь Агриппу своим рассуждением, отчего Агриппа отпихивается, говорит, ты сейчас уже и меня почти сделаешь христианином, ты немного не убеждаешь меня сделаться христианином. На самом деле, в нашем русском переводе не очень понятно, то ли царь говорит, ну, вот, прям, давай убеждай еще чуть-чуть, и я сделаю христианином, или смысл противоположный, ну, противоположный, он говорит, ладно, ладно, так ты меня тоже распропагандируешь. Агриппа, конечно, не собирается уверовать, и поэтому Павел говорит, ладно, если бы это было возможно, я молил бы Бога, чтобы такими сделались не только ты, но и все слушающие меня, кроме вот этих уз, чтобы все встретили Бога, ну, по сути дела, мы видим с вами, что проповедь апостола Павла с одной стороны логичная, по-видимому, в голове апостола очень естественная и выстроенная, не воспринимается таковой его слушателями, слушателями, ни язычником Фестом, ни иудеем царем Агриппой. Главный вывод, который они делают, когда царь и правитель, отойдя в сторону, говорили между собой, и единственный, по сути дела, вывод всего этого продолжительного выступления Павла. Итог. Этот человек не делает ничего достойного смерти или уз. Вот, не за что его держать под арестом. Не за что. это. И царь Агриппа говорит, его можно было бы освободить. Ну, вот он потребовал суда и у кесаря. на самом деле, ведь Павел под арестом не за то, что он говорит или делает что-то опасное, достойное наказания, тем более смерти. Павел под арестом изначально для того, чтобы озверевшие фанатики веры отцов, народа богоносца, вот этого вот всего, чтобы они до него не добрались. И это тоже надо понимать, хотя Агриппа, которому по Эфест, которым Павел переходит, так сказать, из рук в руки после других административных должностных лиц, они в общем уже об этом особенно и не думают. думают только о том, что не за что Павла держать. Может быть и не за что, но для читателя важно вспомнить зачем, зачем, а не за что прячут Павла под стражей. Продолжение следует... Продолжение следует...